Всем привет! Меня зовут Андрей и вы на канале Industrial Tools. Сегодня у меня на обзоре будет аккумуляторная бесщеточная сабельная пила модель DJR 187Z. Так как эта комплектация Z, поставляется пила в картонной коробке и в комплекте у нас аккумулятора нет, но есть вот такие две пилки. Одна пилка по металлу, другая по дереву. Помимо этой голой комплектации есть еще четыре комплектации, туда входит пластиковый чемодан и различные аккумуляторы. Какие бывают виды комплектации вы видите на экране. Конкретно эта модель 187 является топовой в линейке 18-ти вольтового инструмента. Также есть ее копия, но уже на 36 вольт с двумя аккумуляторами. И есть еще круче модель, это в линейке XGT. Данная пила отличается обновленным редуктором, ну как сказать обновленным. Эти редукторы появились еще в 2016 году. А у нас в России только по-моему с прошлого года начали переходить на такой тип редукторов. Перевели электрические сабельные пилы, такие как модель 3050, 3060 и 3070. Появились электрические модели GR3051, 3061. И все аккумуляторные пилы, они уже идут с обновленным редуктором. Отличается он повышенным ходом пилки и уменьшенной вибрацией. Ну и как заявляет производитель повышенной надежностью. С подобным типом редуктора у Макиты существует 5 моделей сабельных пил. Это электрическая модель GR3061. Следующая идет модель DGR186. Данная модель является щеточной. Потом вот эта 187. Следующая 360. И топовая в линейке XGT это GR001. По сути редукторы у этих всех пил одинаковые. За исключением там различаются шестерни по артикулам. Но в основном сама конструкция и сам тип одинаковый. Даже некоторые запчасти одинаковые. Но топовые модели, такие как вот эта 360 и GR001, отличаются тем, что у них есть два режима скорости. Но здесь считается не скорость в оборотах в минуту, а количество ходов в пилке в минуту. И на первой скорости здесь от 0 до 2300 ходов в пилке в минуту. И вторая скорость от 0 до 3000 ходов в минуту. Переключаются режимы с помощью вот этого переключателя, который имеет три положения. И в третьем положении выполняет функцию блокировки выключателя от случайного нажатия. Сам же выключатель является триггерным. И в зависимости от усилия нажатия мы можем выбирать оптимальную для нас скорость. Производитель рекомендует использовать высокую скорость для резки дерева и ячеистого бетона. А пониженную скорость использовать для резки металла, пластмассы, чугуна. Еще как мы видим на корпусе пилы сразу есть крючок. Не на всех моделях крючок установлен. Если сравнивать эту пилу со старыми моделями, такие как GR3050 и 3060, то здесь намного улучшили защитный чехол. Он стал более жесткий, его сложнее порвать. И изменили систему крепления башмака. Она стала более удобная и более надежная. Башмак можно выдвигать. Здесь имеется пять положений. Это нужно для того, чтобы использовать полотно максимально. И по сравнению со старыми пилами, изменили систему крепления пилки. Хотя она, по сути, осталась принцип тот же. Система крепления автоматическая. Но детали и система сборки ее чуть-чуть изменилась. И также у этой пилы еще имеется подсветка. Я сейчас ее включу. Этот индикатор используется здесь не только в качестве подсветки, но и при перегреве пилы он начнет мигать в течение одной минуты. Естественно, у этой пилы есть защита от перегрева и перегрузки. Но, опять же, повторюсь, как и во всех я роликах говорю, работают эти системы только если вы используете оригинальные аккумуляторы. По поводу ремонтов данных пил. Аккумуляторных в ремонте не было еще ни разу. Даже щеточных. А вот проводные начали только потихоньку приходить. И за все время я отремонтировал всего лишь один раз пилу 3051 и одну пилу 3061. И то там ремонты были такие по мелочи. Конкретно эта модель сделана в девятом месяце 2021 года. То есть она очень свежая. Сделана она в Румынии. Эта пила не моя. Купил ее мой знакомый. Здесь вот есть чек. Купил ее довольно дешево. Цена здесь 12 815 рублей. В интернете цена, конечно, повыше. В принципе, больше об этой пиле говорить нечего. Давайте ее разберем. Для того, чтобы ее разобрать, естественно, нужно снять аккумулятор, снять башмак, пилку и снять крепление башмака. Оно снимается очень просто. И вытаскиваем отсюда вот такую шпильку. Самое сложное вообще в ремонтах пил сабельных, это снятие вот этого чехла. Для того, чтобы просто снять чехол, в инструкциях по ремонтам для сабельных пил есть две рекомендации. В каких-то пилах указано, что желательно сюда залить под кожух смазку. Ну, типа ВД-шки, там вот трубочку туда просунуть и залить. ВД-шка Валера. И вторая рекомендация, это залить сюда раствор мыльной воды. Когда пила новая, данный чехол можно снять и без всяких там смазок. Но применить нужно такую недюжинную силу. Вот я чехол снял. Без чехла пила вылезет намного тоньше. Ну и давайте перейдем на стол и вскроем ее и посмотрим, что у нее внутри. Далее нам необходимо снять вот этот нижний держатель башмака. Закреплен он на двух болтах, болты под шестигранник. Внизу мы видим вот здесь вот такую пластину, от которой как раз и слышен вот такой треск, когда мы вставляем башмак. Как раз это вот она трется в эти части башмака. Ну а теперь откручиваем пять болтов на редукторе. Удобно сделано, что не нужно разбирать корпус двигателя, чтобы попасть внутрь редуктора. Как мы видим, внутри здесь шестерня, на которой здесь вот такой противовес, который как раз и необходим для уменьшения вибраций. Ползун и подшипник скольжения. Давайте включим и посмотрим, как это работает. Как видите, все достаточно просто. Из расходников здесь получается, в основном будет меняться вот эта втулка или подшипник скольжения. Ну и в принципе и особо и все. Также ползун еще ходит вот по таким направляющим с помощью двух роликов. Один ролик вот здесь вверху, другой внизу. Внизу вот в этот ролик как раз входит вот эта втулочка и она вот туда-сюда катается. То есть его можно взять и вернуть на место. Вот сюда. А пластина, которая упирается в башмак, упирается вот в эту пружину. И внутри проложена проводка для подсветки. Вот здесь светодиод. И для чего-то над подшипником скольжения вот здесь сверху фетровая вставка. Для чего она, не знаю. Закрываем редуктор и посмотрим, как выглядит двигатель. Редуктор собрали, теперь будем разбирать двигатель. Для начала открутим крючок. И теперь раскручиваем пластиковый корпус. Здесь у нас шесть саморезов. Не все саморезы удается открутить с помощью этого набора. Так как здесь глубокие отверстия и попросту не достает. Нужен удлинитель. Поэтому мы прибегнем вот к такому набору. Наборы у Веры эти бывают разные. Конкретно этот специально с зауженными отвертками. Которые подойдут в самые узкие места. Ну сюда конечно подошла бы и обычная отвертка. Вообще эти отвертки для электромонтажников. У них защита ВДЕ 1000 вольт. Внутри мы видим выключатель компании Аброн. Артикул даже его на нем прописан. 650-759-5. Контроллер. Контроллер здесь, как и все контроллеры Макита залитый. И конденсатор. Сам же двигатель находится в специальном пластиковом корпусе. Чтобы нам добраться до двигателя, нужно открутить еще 4 винта. Открутили и пробуем снять. Здесь мы видим подшипник CHL 607Z. Ротор бесщеточный. А в этой части у нас статор. И внутри вставлена шайбочка. Для крепления крючка. И вторая шайбочка вставляется вот сюда. Вот так выглядит сам статор. Ну а теперь попилим. Сначала дерево. Ну примерно 40 на 40. Пилка по дереву стоит. Аккумулятор пятерка. Полностью заряженный. Пилить нужно начинать, уперев башмак в заготовку. И для начала нужно на медленной скорости сделать пропил. Ставлю я на вторую скорость, на быструю. И начинаем потихоньку. С деревом он вообще справляется очень просто. Попробуем на первом режиме. Чуть медленнее. Второй режим. Давайте попробуем что-нибудь другое. Например, вот такое бревнышко. Правда пилка короткая. Ну попробуем короткой пилки. Спокойно. Без каких-либо проблем. И даже пил очень ровный. Так. Дерево попилили. Теперь будем пробовать вот такую металлическую заготовку. Это цельный металл. Вообще скорость пиления там, насколько заряда хватит и прочее, зависит от многих вещей, таких как и сама оснастка. То есть пилки бывают разные. Если вы видели ролик у Евгения Белгородского, он там пилил, пытался распилить рельсу. И вот биметаллические пилки обычные, от любого производителя. Вот у меня есть от Макиты. Это по камню вот от Макиты, от Боша. Они рельсу не распилилили. Распилила вот такая карбидовая пилка. Такие пилки еще делает Диабло. Диабло это и есть тот же Бош. По металлу. При замене пилки совет, конечно же, снимайте аккумулятор. Чтобы у вас в руках не включилась пила. Ну сразу давайте с нее начнем. Ставим на первую скорость. Потому что металл нужно пилить на медленной скорости, чтобы пилка не перегревалась. Идет вибрация, но от того, что я закрутил далеко, или давайте я тогда раньше начну пилить, здесь поближе точнее. Продолжение следует... Как видите, в принципе, сравнить сейчас не с чем. Другой пилы никакой нет. Давайте поставлю... Давайте сейчас поставлю пилку по биметаллу. Пробуем. Пробуем. Плохо затянул. Продолжение следует... Да, при пилении металла идет очень сильная вибрация. Не будем насиловать, здесь пилка уже тупая наглухо. Ну а теперь выводы. Эта пила не полная замена болгарки или каких-то других инструментов для пиления. Вообще металл пилить можно разными инструментами. И эта пила не предназначена для пиления вот таких толстых заготовок. Это для пиления листового металла, тонкого листового металла. Такого металла, например, как кузовные части автомобилей, кузов, там крышу спилить и прочее. Для демонтажа зданий каркасных, пиления по дереву, там если гвозди у вас попадаются, есть пилки специально по гвоздю. Такой пилой еще пилят те, кто занимается мясом, то есть замороженные туши. Есть пилки по льду и специально для таких вещей очень широкий, как бы говорится, диапазон использования инструмента. Но при этом это не конкретно полная замена какого-либо типа УШМ или других пил. У каждого инструмента, как говорится, свое предназначение. И нужно понимать, какую задачу вы перед собой ставите и какой инструмент при этом использовать. На этом у меня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем пока.